Сегодня мы посмотрим, что годного ждет нас в ближайшее время в мире тактических компьютерных игр. Предлагаю вам 10 пошаговых тактик, которые точно заслуживают вашего внимания. А вы на канале еще один ход, канале по пошаговой тактике, стратегиям и классическим RPG. И начнем мы с 5 игр, которые гарантированно выйдут в 2022 году. Expedition Rome вышла 20 января. Вероятно, название звучит знакомо, и не зря, так как это третья игра в серии Expeditions от разработчиков Logical Artist. Если вы играли в Expedition Conquistadors или Викингов, то это игра, в которую вам стоит поиграть, так как тут разработчики довели свою формулу успеха до идеала. Играем мы за молодого легата, отца которого или которой убили в результате заговора. Опасаясь за жизнь ребенка, мать отправила его к высокопоставленному другу семьи. Далее, по законам жанра, мы быстро поднимаемся по карьерной лестнице. В целом, игрок получает все то, за что славится эта серия игр. Тактические бои, моральный выбор в сюжете, менеджмент отряда и даже собственный легион в подчинении. И все это во временном периоде интересной истории восхождения к власти Юлия Цезаря. Следующая игра в Верли Аксессе уже больше года и обещают ее выпустить 26 апреля 2022 года. Это игра про короля Артура, хоть он и выступает в виде всемирного зла, который воскрес после своей смерти. Вот такой вот Артес из Варкрафта только в антураже круглого стола. Чтобы противостоять новоиспеченному королю Личу, владычица озера воскрешает его злейшего врага, Мортреда. И вот мы уже с его помощью захватываем Камелот и начинаем зачищать окрестности отрядом из четырех человек в пошаговом режиме, попутно ремонтируя броню и исцеляя травмы в нашей крепости, которую, кстати, еще нужно улучшать добытыми в миссиях расходниками. Мне кажется, что если убрать из этого описания слово Камелот, то получим Даркс Данжен с боями в стиле XCOM, с которого, кстати, как признаются сами авторы, они и черпали вдохновение. Ну и какой же год в пошаговой тактике без новой игры во вселенной Вархаммер 40 тысяч, релиз которой должен состояться 5 мая 2022 года. Тут мы берем на себя роль серых рыцарей, которые являются прямыми потомками самого императора и призваны, чтобы защищать миры от демонов. Этим мы тут и займемся. В геймплее четко прослеживается след XCOM. Так уж сложилось, что на самом деле сейчас практически вся тактика терпит такое сравнение. Единственное, что к этой формуле здесь добавили, прицел в стиле ВАЦ из Фоллаута и использование окружающей среды в своих целях. Так что соберите своих братьев в космической церкви, возьмите свои болтеры с крающими молотами и сразите темных богов в глубинах галактики. А чтобы порождения нудла не прорвались в наш мир, не забудьте поставить лайк под этим видео. Последнее заклятие уже почти год в Верли Аксессе и по моим субъективным ощущениям должна выйти в августе-сентябре 2022 года. Так или иначе, игра уже отлично выглядит и играется. А это еще раз подтверждает, что релиз не за горами. Перед нами пошаговый Roguelike Pixel Art, где нам предстоит защищать город от зомби, пока местные колдуны проводят ритуал, чтобы навсегда избавиться от ходячих мертвецов. Тут у нас в целом стандартный набор современной тактической игры. Строительство базы, множество классов бойцов, система прокачки и индивидуальные экипировки бойцов. Плюс добавьте к этому Roguelike систему, где каждый бой для вас может оказаться последним. И получите отличные генераторы драматичных, эпичных, смешных и не очень моментов. Как сами разработчики признаются на реддите, вдохновение для этой игры они черпали в Final Fantasy Tactics, Battle Brothers и в таких Roguelike как Hades и Loop Hero. А прямо сейчас у них уже идет дискуссия на тему, что именно должно войти в версию 1.0. Далее у нас конечно же Marvel's Midnight Suns. Firaxis обещали, что игра выйдет еще в марте, но потом перенесли ее на 4 квартал 2022 года. Смею предположить, это будет октябрь, ведь сами посудите, Цивилизация 5 вышла 21 сентября, Цивилизация 6 21 октября, XCOM Enemy Unknown 9 октября и лишь XCOM 2 5 февраля. Так что думаю, к новогодним праздникам у нас есть все шансы увидеть ее воочию. Правда, это совсем не такая же ланная игра, как например XCOM 3, так как уже в геймплейных роликах видно, что несмотря на интригующий сюжет, Firaxis пошла по скользкой дорожке современного тренда на карта собирательства и даже возможно гринда, но надеемся на лучшее. Ведь пока Firaxis ни разу не выпускала откровенно плохие игры, и по сути все еще является студией, которая выпускает эталонную пошаговую тактику. Кто не в курсе, здесь у нас малоизвестная организация Midnight Suns, целью которой является борьба с демонами во вселенной Марвел. Гидра пробудила Лилит, королеву демонов, и теперь вы командор, простите, избранный, и по совместительству ее потомок, должны остановить ее в компании из разнообразных героев комиксов. Звучит неплохо, а как будет, посмотрим. А теперь от гарантированных релизов перейдем к гаданию на кофейной гуще, а именно к ранним доступам, которые могут выйти в том или ином виде в этом году. А могут, как это бывает, и в следующем 10-летии. Открывает вторую половину видео Hand of Merlin. И да, это еще одна игра про короля Артура в этом списке. Видимо наклевывается новый тренд на британскую мифологию. Но в отличие от King Arthur Night's Tale, эта игра больше похожа на баннер сагу, чем на XCOM, так как здесь у нас роу-лайк с пошаговыми боями и текстовыми вставками, решения в которых бесповоротно влияют на мир, ваш отряд и вашу цель. Выглядит очень неплохо, и при этом, вероятно, выйдет уже этим летом, а для тех, кому не терпится, всегда есть Early Access. Project Heaven. Это тактика, где разработчики явно вдохновлялись XCOM и такими симуляторами спецназа, как Frozen Synapses. Играем мы здесь за местную банду, которая пытается выбить себе место под солнцем или скорее под луной в последнем городе на земле. Почему он последний, и что в целом происходит в этом мире, пока непонятно. Детали сюжета разработчики особо не раскрывают, в отличие от геймплея, который они не стесняются показывать. Так что есть надежда, что к концу 2022 года мы как минимум сможем пощупать Early Access. Далее у нас уже ставшая популярной на протяжении своего Early Access'а War Tales. Кто не в курсе, то это такой симулятор менеджмента отряда наемников во время средневековья после чумы. Вот такая вот нехитрая завязка, которая по сути позволяет любому человеку выбраться, так сказать, из грязи в князе. Чем вам и предстоит здесь заниматься. Охотиться за головами, выполнять квесты, по пути спасая или грабя селян, ну и конечно же пошаговые бои с прокачкой бойцов, собственный лагерь тоже присутствует. Игра должна выйти из Early Access'а уже к концу этого года, хотя и может дотяжаться до первого квартала 23-го. The Iron Odds Вышла в Early Access совсем недавно, но уже сейчас выглядит многообещающе. Развитая система классов и умений, пошаговая боевка с дающим прикурить искусственным интеллектом, классный пиксель-арт-дизайн и интересная основная механика времени, благодаря которой на протяжении игры ваши персонажи будут болеть, стареть и умирать. Так что вы определенно почувствуете здесь влияние Darkest Dungeon на ключевые механики игры, а дизайн в свою очередь очень напоминает Children of Mortar. К сожалению, пока что игра далека от завершения и нам доступно лишь 15 часов игрового контента, но как и в любом Early Access'е будем надеяться на активное развитие. И почти последняя игра в списке, но уж точно не последняя по своему значению, ведь Song of Conquest прямой духовный наследник тех самых теплолюбимых третьих героев. Уже по одной картинке на экране у вас должна была потечь олдскульная слеза от воспоминаний, как вы рубились с пацанами в хот-сид режиме за одним столом, споря, кто из вас будет играть нежить. Но давайте ближе к делу. Собственно, это почти дословный геймплейный пересказ третьих героев в самом замечательном смысле этого слова. Собственный замок, Найм Армии, исследование карты для захвата ближайших рудников и лесопилок и, конечно же, пошаговый бой. И, само собой, все это приправлено крутейшим пиксель-артам. Игра выйдет в World Access 10 мая и к релизу, вероятно, доберется лишь в 2023 году. Но она уже выглядит и звучит так, что, вероятно, дождаться релиза силы воли не хватит. Ставьте лайк, если ваше сердечко бьется сильнее при виде происходящего на экране. А также поддержите канал подпиской, сейчас это будет самой большой помощью для канала. А дальше у нас две игры, про которые мне хотелось бы напомнить, но, к сожалению, которые вряд ли выйдут в 2022 году или даже в 2023. И это Jagged Alliance 3 и Divinity Fallen Heroes. По поводу Jagged Alliance уже, если честно, было столько спекуляций и слухов, что надежда на то, что он вообще хоть когда-нибудь выйдет, давно покинула меня. Тем не менее, когда мы говорим про пошаговую тактику, то нельзя упускать такую игру из виду. О чем, кстати, вы мне не раз напомнили в комментариях под видео про лучшие XCOM лайки. Кто еще его не видел, ссылочка будет в описании. Или всегда можете перейти по подсказке сверху. А в новой части Альянса мы должны получить все, за что любим эту серию, с современной графикой и кинематографичной камерой а-ля современный XCOM. Что же касается Divinity Fallen Heroes, кто не знает, это такой XCOM во вселенной Divinity, которая у кого-то ассоциируется с Original Sin, а у кого-то с Оковами Судьбы. Так вот, Ларриан начали работу над ней еще со времен Original Sin 2, и она должна была выйти в 2019 году, но потом разработка Baldur's Gate 3 оттянула все внимание на себя, и о Fallen Heroes все забыли, а потом разработку и вовсе заморозили. Но, Свен Винке, глава Ларриан, клянется, что обязательно ее выпустить после завершения врат Балдура. А в комментариях давайте обсудим, какую тактику ждете вы, и пофантазируем на тему, когда же выйдет Джаггит Альянс и Divinity Fallen Heroes. Спасибо, что досмотрели, и до следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова